Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим химический состав дрожжей и их метаболизм. Начнем с химического состава дрожжей. Для каждой клетки с собственным обменом веществ метаболизмом характерно преобладающее содержание воды. Прессованные пивоваренные дрожжи содержат от 65 до 85 процентов воды, в среднем 75 процентов. Из общего объема от 55 до 65 процентов приходится на воду, связанную внутри клеток, интрацеллуларной. И только от 10 до 30 процентов приходится на воду свободную, притягиваемую поверхностными силами и гидратную. Химический состав дрожжевого сухого вещества колеблется в зависимости от условий питания, от возраста и физиологического состояния клеток. Для основных компонентов характерны следующие вещества. Кроме основных веществ, дрожжевые клетки содержат в небольших количествах различные биологические важные вещества, катализирующие процессы обмена, то есть ферменты, окислительно-восстановительные системы, вещества роста, витамины, порфирины. Ферментативный комплекс дрожжевой клетки, катализирующий спиртовое брожение и обозначаемый общим названием зимаза, состоит по данным из 12 разных ферментов. Двух коферментов кислота 2,3-дифосфоглицировая и тиаминирофосфат. Двух органических комплексов АТФ, АДФ, НАД, НАД умножить на H2 и двух неорганических магний-2+, калий-плюс. Часть ферментов катализирует дыхание. Основную окислительно-восстановительную систему дрожжевых клеток представляют цитохромы. В качестве факторов роста в дрожжах были выделены химическим путем следующие вещества. Анеурин, тиамин-витамин В1, пантатиновая кислота, пиридоксин, адернин-витамин В6, дебиотин-витамин H и мезоиноситол. К неопределённым веществам относятся фактор биос-Ви, биостерол и некоторые аминокислоты. Помимо названных витаминов, являющихся факторами роста, низовые пивоваренные дрожжи содержат почти все известные витамины, кроме витаминов А и С, которые полностью отсутствуют, а витамины Е и К встречаются в небольших количествах. Кроме того, низовые пивоваренные дрожжи содержат эргостерол, провитамин Д, который при активации ультрафиолетовыми лучами дает биологически эффективный витамин Д2, кальциферол. Далее рассмотрим обмен веществ или метаболизм дрожжей. Микроорганизмы осуществляют свои жизненные функции, главным проявлением которых является рост и размножение за счёт многочисленных непрерывно происходящих и взаимосвязанных химических реакций, обычно называемых обменом веществ или метаболизмом. Метаболизм представляет собой два типа процессов, а именно анаболизм или ассимиляция характеризуется синтетическими реакциями, при которых потребляется энергия. Организмы принимают из среды вещества питание. Эти вещества способны переработать в продукты, компенсирующие потери, вызванные потреблением, расщеплением и пригодные для образования новых веществ для роста и размножения. Катаболизм или диссимиляция, то есть сумма реакции разложения богатых энергии высокомолекулярных веществ на вещества простейшей, бедной энергии, а освобождающаяся энергия потребляется на процессе ассимиляции. Метаболизм сахаридов. В обмене веществ дрожжей и всех живых систем вообще большое значение имеют сахара, сахариды, при расщеплении которых получается энергия для физиологических процессов и для биологического синтеза многих веществ. Расщепление сахаров, гликолиз, является одним из основных процессов. Если он протекает при прямом участии кислорода воздуха, то есть при аэробных условиях, таких как окислительный обмен веществ, речь идет о процессе, обычно называемом дыханием. При анаэробных условиях брожение, ферментация протекает как антиокислительный обмен веществ. Дыхание и брожение – это ферментативные процессы, сложные механизмы которых в начальных стадиях подобен. Они протекают вначале через ряд промежуточных стадий, а затем на определенной стадии разделяются и идут к конечным продуктам своими собственными путями. При дыхании конечным продуктом является углекислый газ и вода. И при брожении – спирт, этанол и углекислый газ. Количество энергии, освободившееся при этих катаболических диссимиляционных процессах, зависит от степени окисления. Чем выше теплота сгорания образующихся продуктов, тем меньше энергия освободилась для клетки. Метаболизм сахаридов, углеводов, его отношение ко всему обмену веществ выражает схема, которую вы сейчас видите на экране. Полисахариды, олигосахариды, мальтоза, сахароза или сначала расщепляются на моносахариды и фосфолизируются, прямо переходят в фосфаты вексозы. Последний из них фруктово-1,6-дифосфат расщепляется на 2 фосфорилированных С3 сахара по схеме Эмбден-Мергофа. Или уже на предшествующей стадии глюкоза-6-фосфат дегидрогенизируется на 6-фосфоглюконовую кислоту, и путем окислительной декарпоксилации перейдет в пентозофосфат, который является голозидным компонентом рибонуклеиновых кислот. Фосфаты пентозы в так называемом пентозофосфатном цикле переходят через гептозы, гексозы, тетрозы, фосфаты, триоз и гексоз, через которые присоединяются к схеме Эмбден-Мергофа. Из триозофосфата дигидроксиацетонфосфата образуется в качестве побочного продукта глицерин, основное вещество для синтеза нейтральных жиров и фосфатидов. Основной путь расщепления сахаридов ведет от триозофосфата через разные промежуточные стадии к пировиноградной кислоте. При декарпоксилации и восстановлении образуются основные продукты анаэробного гликолиза, то есть этанол и углекислый газ. Кроме того, пировиноградная кислота отдает свой углеродный скелет аминокислоте аланина, который образуется в результате трансаминирования. При аэробных условиях протекает также процесс окисления, в результате которого образуется активированная уксусная кислота. При скоплении ацетиловых остатков активированной уксусной кислоты образуются жирные кислоты, стеролы, каротиноиды и одновременно образуется углеродный скелет ряда важнейших аминокислот. Эти процессы обратимы и поэтому ацетилкофермент А является важным промежуточным веществом расщепления, перестройки, построения сахаридов, белков, жиров, стеролов, каротиноидов и других веществ. Окончательное превращение ацетиленового остатка в углекислый газ и воду осуществляется в цикле лимонной кислоты, благодаря чему клетка приобретает основную часть энергии. Из промежуточных продуктов альфа-кетоглютаровой и щавелевоуксусной кислот при аминировании и трансаминировании образуются глютаминовая и аспарагиновая кислоты. При пивоваренном брожении основным и преобладающим процессом является анаэробный гликолиз брожения по схеме Эмден-Мейргофа-Парнасова, при котором в качестве основных продуктов образуется этанол и углекислый газ. В присутствии кислорода на процесс брожения накладываются аэробные процессы дыхания. В частности, в стадии пировиноградной кислоты цикл лимонной кислоты или в стадии глюкоза-6 фосфата пентозофосфатный цикл. При низовом пивоваренном брожении приблизительно 98% сахара сбраживается и 2% используется на процесс дыхания. Спиртовое брожение. Схема Эмден-Мейргофа. Спиртовое брожение очень сложный процесс, при изучении которого постепенно выяснилось, что он протекает как цепь реакций, связанных фосфорилирующим механизмом. В первой фазе брожения стадия фосфорилирования образуются разные фосфаты гексоз. Последний из них, фруктоза-1,6-диофосфат распадается на 2-3-озофосфата, дигидрокосиацетонфосфат и глицеральальдегид-3фосфат. Глицеральдегид-3фосфат дигидронизируется при вмешательстве никотин-амид-аденина-динуклеотида, NAD, и одновременно фосфорилируется в 1,3-фосфорглицериновую кислоту, которая последующей дегидрогенизации и дефосфорилизации переходит в пировиноградную кислоту. Кислота, в свою очередь, декарбоксилируется в углекислый газ и ацетальдегид, который в последней фазе восстанавливается в спирт – этанол. Весь ход спиртового брожения виден по приведенной по деклерку схеме, которая составлена на основе данных, относящихся к изучению этого сложного процесса. Сбраживаемость сахаров различна и зависит от вида сахара и от свойств дрожжей. Сначала считали, что прямо сбраживаются только так называемые земогексозы. То есть глюкоза, фруктоза, моноза и, поусловно, после приспособления также галактоза. При этом все только в оптической деформе. Олигосахариды считались сбраживаемыми только после расщепления на гексозы соответствующими ферментами. Например, низовые пивоваренные дрожжи содержат инвертазу, сахарозу, бета-фруктозидазу, бета-де-фруктофураназид, фруктогидролазу, катализирующую расщепление сахарозы на глюкозу и фруктозу и далее мальтозу, альфа-глюкозидаза, альфа-деглюкозид глюкогидролаза, которая катализирует расщепление мальтозы на две молекулы глюкозы и, наконец, милибиазу, альфа-галактозидазу, альфа-дегалактозид галактогидролазу, которая при одновременном присутствии сахароза расщепляет три сахарид на все три его составляющие, то есть галактозу, глюкозу и фруктозу. У верховых дрожжей милибиаза отсутствует, и поэтому они расщепляют рафинозу на милибиозу и фруктозу. Так что сбраживают только ее фруктозный компонент в количестве одной трети. С помощью хроматографического метода подтверждено существование трансфераз, способных переносить гексозные единицы с одной молекулы дисахарида или трисахарида на другую, или также внутри молекулы с одной связи на другую. Так под действием трансглюкозидазы может образовываться, например, из сахароза-3сахарид, фруктоза-фруктоза-глюкоза или фруктоза-глюкоза-фруктоза. Образовавшиеся таким образом сахара под действием трансфераз расщепляются, сбраживаются непосредственно ферментами брожения. Сбраживаемость сахаров зависит также от проницаемости клеточной оболочки дрожжей. Известно, что внутрь дрожжей проникают Ди и Ти сахариды, а высшие сахара и декстрины никогда. Согласно суммарному уравнению брожения из 100 грамм глюкозы, теоретически получается 51,1 грамм спирта этанола и 48,9 грамм углекислого газа. Практический выход всегда ниже и соответствует в среднем 48,6% этанола и 46,4% углекислого газа. Около 2% глюкозы дрожжи ассимилируют и остаток примерно 3% переходит в побочные продукты. То есть ацетилдегид, глицерин, уксусную и молочную кислоту. Цикл лимонной кислоты. В начале брожения сусло всегда содержит определенное количество растворенного кислорода воздуха, в присутствии которого дрожжи дышат. Тем самым изменяется первоначальная схема анаэробного метаболизма. Восстановление ацетилдегида замедляется, так что начинается скапливаться пировиноградная кислота, незначительный излишек которой аэробно декарбонизируется в цикле лимонной кислоты. Или в трикокарбоксиловом цикле, называемом также по имени его открывателя циклом Кребса. В реакцию включается следующий комплекс ферментов. Катализирующий в присутствии кофермента А образование ацетилкофермента А из очень небольшого количества пировиноградной кислоты. При его действии на щавелевоуксусную кислоту образуется лимонная кислота, а из нее постепенно кислоты цисоаконитовая, эль-изолимонная, щавелево-янтарная, альфа-кетоглутаровая, фумаровая, эль-яблочная и, наконец, щавелево-уксусная, которая остается в цикле. Ее реакции с пировиноградной кислотой начинается новый цикл. Довольно давно было известно, что при полном исключении дыхания снижается жизнеспособность пивных дрожжей. И тем самым снижаются их физиологические функции и бродильная активность. Вайнфуртнер приводит как вывод сведения о том, что энергия, получаемая при дыхании, физиологически неравноценна энергии, получаемой при брожении. Поскольку без дыхания дрожжи постепенно утрачивают способность к размножению. Пентозофосфатный цикл. Обнаружилось, что при дыхании дрожжей до 30% глюкоза расщепляется прямым окислением в следующем так называемом пентозофосфатном или гексозомонофосфатном цикле по схеме Варбурга, Диккенса и Хорикера. При спиртовом брожении он накладывается на схему Эмбденмайргофа в стадии глюкоза-6-фосфата, который окисляется в 6-фосфоглюкодовую кислоту через дельталактон. При декарбоксилации через 6-фосфот-3-кетоглутаровую кислоту образуется рибулоза-5-фосфат. Последний образуется рибулоза-5-фосфатом, седогептулоз-7-фосфат и глицеральдегид-3-фосфат, который возвращается в нормальную схему Эмбденмайргофа. Седогептулоза-7-фосфат расщепляется в эритроза-4-фосфат и дигидроксиацетон. В присутствии глицеральдегид-3-фосфата образуется фруктоза-6-фосфат, который начинает следующий цикл. Одним кольцом пентозофосфатного цикла одна молекула глюкоза-6-фосфата декарбонизируется в рибулоза-5-фосфат. При этом восстанавливаются две молекулы 3-фосфопиридин-нуклеотида ТПН, который снова должен окисляться кислородом воздуха. Эффект Пастера. Основные изменения в метаболизме дрожжей, связанном с подачей воздуха в процессе брожения, анаэробный и аэробный процесс первым заметил Пастер. Он обнаружил, что кислород подавляет брожение, образование спирта, однако ускоряет рост размножения дрожжей. Это явление известно как эффект Пастера. При аэробных условиях дрожжи не сбраживают, кроме пивных, сахар в этанол, а образуется только углекислый газ. При этом, по сравнению с аэробным гликолизом, потребление глюкозы намного меньше. По теории Линнена, диапазон расщепления сахара регулирует концентрация неорганического фосфата и аденозин дифосфата, АДФ. У пивоваренных культурных дрожжей эффект Пастера не наблюдается. С технологической точки зрения, наличие эффекта Пастера свидетельствовало бы о нарушении функции пивоваренных дрожжей. Метаболизм азотистых веществ. Азотистые вещества в дрожжевых клетках постоянно обновляются. Одновременно с расщеплением протекает синтез белков. В качестве азотистых продуктов питания дрожжевым клеткам служат соли, аммония, аминокислоты и низшие пептиды, если они проникают через оболочку клетки. Для роста, обновления, восстановления живых систем особое значение имеют аминокислоты. Они образуются при введении аминогруппы в альфа-кетокислоты, которые являются промежуточными продуктами при расщеплении сахаридов. Преимущественную часть потребления аминокислот около 75%. Дрожжи осуществляют приевой ассимиляцией и почти весь остаток дезаминированием по схеме Эрлиха с образованием высших спиртов. Для синтеза белков наиболее важна глютаминовая и аспарагиновая кислоты аланин и амиды первых двух, то есть глютамин и аспарагин. Кроме кислот, дрожжи ассимилируют также пептиды. Из азота, ассимилированного из сусла дрожжами около 11% приходится на пептиды. Поэтому значение пептидов по сравнению с соответствующими аминокислотами меньше, а именно потому, что под действием экзопептидаз они сначала должны расщепляться в простые компоненты. Внутри дрожжевых клеток аминокислоты подвергаются трансаминированию, катализированному трансаминозами, переносящими аминогруппы с одной молекулы на другую. Так, например, аланин образуется путем реакции глютаминовой кислоты с пировиноградной. Высокомолекулярные азотистые вещества образуются конденсацией аминокислот при участии аденозин-трифосфата . В пивном сусле аминокислоты являются более важным источником азота, чем аммониевые соединения. Легко ассимилируемыми являются аргинин, лизин, метионин, глютаминовая и аспарагиновая кислоты. И наоборот, пралин, валин и другие выделяются в среду. Сусло всегда содержит достаточное количество азотистых веществ. Из 600 мг ассимилированного азота, содержащегося в 1 литре сусла , при брожении дрожжи потребляют около 200 мг. В стадии роста содержание азота в дрожжах быстро возрастает, пока не достигнет почти двухкратной величины. И потом снова постепенно падает, вплоть до исходной величины. Дальнейшее уменьшение содержания азота связано с тем, что дрожжи выделяют в среду от 5 до 33% из собственного объема азота. Вероятнее всего в виде аминокислот и пептидов. Метаболизм минеральных веществ. Общее значение минеральных веществ в клеточном организме вытекает из следующих функций. Первое. Они поставляют основные неорганические элементы для построения органических соединений. Углерод, азот, сера, фосфор. Второе. Регулируют и поддерживают в организме определенные величины некоторых физических или физико-химических свойств. Например, прочность клеточной оболочки, астматическое давление протоплазмы, ионное равновесие, PH, проницаемость клеточной оболочки, растворимость белков, активность ферментов и т.д. Третье. Являются составной частью некоторых биологических катализаторов главным образом ферментов. Железо, медь, витаминов, кобальт, красителей, магний. Активируют или ингибируют многие ферментативные реакции. Магний, железо, медь, кальций, калий, натрий, кобальт, цинк и т.д. И тем самым прямо вмешиваются в метаболические процессы. В этом видео мы рассмотрели химический состав и метаболизм дрожжей. А конкретно мы рассмотрели вопросы с метаболизмом сахаридов. Цикл лимонной кислоты. Спиртовое ображение по схеме Эмден-Мейергофа. Метаболизм азотистых и минеральных веществ. В следующем видео мы с вами затронем такую тему, как чистые культуры пивоваренных дрожжей. За просмотр текущего видео я вас благодарю. Однако подпишитесь на канал. Поставьте колокольчик и в нем все уведомления. Вы получите уведомление о новом видео, когда оно выйдет на канале. Поставьте лайк. Напишите комментарии с вопросом или критикой этого видео. А на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok